итак мы продолжаем демон привет и знаете вот эта музыка которая была сейчас она очень сильно подходит к тому что произошло прям очень 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 сильно подходит вот и сегодня мы уже не будем начинать там хроники времен и прочее мы сейчас просто закончим быстренько сюжетку ну как быстро сколько осталось на вот и на сегодня будем заканчивать потому что день сегодня и правда был тяжелый а завтра нас ждет завтра нас ждет бернис и ее квестик поэтому тут понимаете такое пропускать тоже нельзя так это вот воскресенье есть да и она очень подходит под события произошедшие как вы знаете я пригласил вас чтобы обсудить уничтожение бездны да в деле мы в но сначала скажем что с твоим древним именем но я-то получил дар от владыки ночи но там шиланин должна умереть ради создания этого древнего имени а меня это не устраивает не думала что у нас согласится помочь тебе и мне тоже я очень ей благодарна до лайки они портал открывают это не шутка подожди но пойман думала что древнее имя нужно только для победы в той огромной войне зачем она понадобится сейчас она хочет чтобы я помог ей в последней битве да и я помогу да бездна отступила в глубины царства ночи пространство давно натравленная энергией бездны если мы не уничтожим бездну и не восстановим артерии земли над над ланом и дальше будет висеть угроза не вчерашняя битва однажды повторится снова на там всегда смирялся с этой участью тысячи лет мы боролись надвигающейся тьмой и никогда не знали настоящего мира да мы это еще в племени родников поняли но я хочу разомкнуть замкнутый круг и навсегда избавить нас от этого закрятия я могу защититься от бездны священным пламенем сумме меня единственный кто может ей противостоять я бездну еще и сосать могу к слову если выковать для тебя древнее имя невозможно я пойду 1 если древнее имя готова не я буду рада принять твою помощь демон еще воли а вот вот ну с чего я курва бобра вот с чего а то есть о до воскресенья основа действует тематика она восстановилась не полностью все-таки царство ночи по-прежнему отправлено бездной но сила божественного трона уничтожила большие скопления энергии бездны в царстве ночи и потом у тебя необычное древнее имя владыка ночи я будет особенно заботиться о тебе могу это говорит у тебя необычное древнее имя у меня нет древнего имени мне просто дали флешку на которой записаны мои подвиги словом от воскресенье не полностью восстановилась но я обещаю что тебя на защите ну ведь иначе ты одна пойдешь да я само собой я иду с тобой чтоб минуточку а вы ни о ком не забыли а playman на как же поймали да поймешь извини но в этот раз в этот раз придется и правда остаться чего хочешь сказать нас ждет разлука вы видели ее лицо в тот момент бездна очень коварно если вы пойдете вместе бездна наверняка нацелиться на пойман чтобы завести нас в ловушку поймем теперь еще сильнее волнуется как ты там будешь без пойман да ужасно это же ненадолго ладно поймем нужно все как следует обдумать делать серьезное дайте поймем немного времени пойман постарается она будет думать ребята нам она будет стараться думать уже шесть шестьсот пятьдесят пятая серия ну уже недолго осталось и догонишь она очень постарается думать спасибо тебе кассиры но вы кому вы и каждым на то не знает как важна последняя битва которая нам предстоит люди будут помнить твой подвиг и чтить твое древнее имя до самого конца времен нере уже почти 900 и у нас по геншину да если у вас остались вопросы я готова на них ответить опа да ну ребят она то самое ну вы поняли она а ну ребят да все все вопрос ответ расскажи что происходит в на плане после битва восстановительные работы идут полным ходом люди помогают друг другу настроение приподнятое думаю скоро в надлоне исчезнут последние следы им прошедшей войны но погибших не вернуть многие люди скорбят по своим близким и душевные раны залечить куда труднее солнце снова взойдет мы вновь обретем веру в будущее и никогда не забудем жертву которую они принесли а лжи во мне без странных осколках вот вот ради чего вот ради чего это вот знаете а царь это не настоящий а вот небо то не настоящая вот как бы но она же скажет типа но я чуть не знаю но наверное да там с небом живое небо раньше я слышал это выражение но впервые увидела своими глазами и она впервые увидела своими глазами что это такое я думаю нам предстоит провести еще много исследований чтобы понять что за осколки скрывали за небом и почему они были там спрятаны и там какая-то связь будет с хоцу вером не с ханкаем а именно с хосером я вот прям вангую а после сюжета до еду в губа буря кстати попробуешь осколки на небе поискать потом попытаемся но в гильдии искатели приключения мне сказали что ни в одной другой стране не наблюдалось не крещен в небе не осколков дан 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 но была у нас а херон которая помните виде херон чё сделала да вам это ничего не напоминает то что сделала херон я думаю можно будет и на следующем стриме показать интересные места потому что времени еще будет до конца патча достаточно на там мы как раз будем начинать сюжетку ну точнее хроники времен он думаю небесный порядок хочет сохранить все это в секрете надеюсь у меня не будет из-за этого неприятностей да нет вряд ли вот фонтене мы такого мы такого натворили и ничего пойман таким не хвастаются когда я спокойно людям я скажу что это была небесная аномалия не думаю что их сейчас волнует природа этого явления а мы постепенно изучим что это было такое мне кажется в снежный мы уже должны вот мне кажется царица если она она же все это за тело и мне кажется она должна знать что это видимо она знает правду она определенно ребят знает правду так на шести героях древности мы видели не души шести героев воспоминания из прошлого работа мастеров что он пять столетий назад перековали их древние имена конечно видел и не раз даже трогал за руки держались и души давно вернулись в царство ночи и переродились в надлоне в иной форме быть может они пережили уже несколько перерождений но пусть даже мы никогда не узнаем друг друга они всегда будут со мной рядом думаю фраза никто не сражается в одиночку еще и об этом новом ее слышим так ну и капитан последний вопрос мы заключили временный союз но я понимаю что спасение на плана не было его настоящей целью ему сердце бога нужно дам поймал не может понять зачем ему понадобилось спасать на план неужели он такой бескорыстный парень который все отдаст только бы не допустить повторение судьбы к инриад просто если бы вот сейчас проиграла могу и к видимо было бы утеряно сердце бога что его ну вообще видимо никак не устраивает я склоняюсь именно к такой версии я бы не стала так сильно беспокоиться и пообщавшись с капитаном узнала его прошлом я прониклась к нему глубоким уважением я кстати тоже я не думаю что им движут турные намерения нам нужно сосредоточиться на последние битве согласен ладно ждем твой баннер и вопросов больше нет так ребят теперь я пытаюсь вспомнить где ресторан это кто обитель усталости мне нужно туда на там бабуля должна быть мне туда нужно подождите покиньте салат салату палату советников это это что значит звучит так как будто сюжет к еще не совсем прям закончила не совсем закончилась так ладно погодите но это все не то нам нужно к бабушке бабушке бабушка должна быть отпустили я правильно понимаю я так вообще его полюбил отсюда осуждаю а бабки то нет а где бабушка снаружи стол она в реке им кафе нет зуба подожди меня походу уже отвели все куда я я заблудился вот я же вышел нет наружу чему я снова что 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 произошло подождите какого я куда вообще попал по моему я не в ту дверь и пошел а где другая дверь так она одна а как я тут оказался а это как бы у меня есть предложение получше я просто прыгнул отсюда да ныри еще ощущаю я доберусь я уже понял где ну вы мне сказали где поэтому сейчас мы доберемся я надеюсь снаружи должен где-то стоять стол а так подождите я что ты был я сюда и вышел а бабки то нет а это по сюжету и еще нет получается да ладно их я вас понял и я вас понял так подождите покиньте палату то есть сначала мне нужно войти в палату а потом покинуть палату я правильно понял я правильно понял в нее сначала нужно зайти потом из нее нужно выйти иначе так не работает чужеземец связанный с этой землей крепкими узами вернулся на этот раз ты один но это не тору сила с помощью которой пирархонт мавуика сразила бездну исходит и исходит от повелительницы смерти насколько я знаю повелительница смерти обязательно затребует свою цену и ценой будет смерть таково ее правило откуда ты знаешь ясно значит повелительница смерти отправила тебя в долгое странствие на то не вам до сайгу на кессин ганну кот и натлон ждет натлон ждет последний решающий бой и мне придется сразиться с последним врагом ради бесчисленных душ что не могут вернуться домой и ради будущего на плана я прошу твоей помощи так капитан а это точно битва с бездной его ждет тут ребят у меня пока есть определенные сомнения прям есть а вот и конец сюжета так свиток пусть твою обдарует тебе мир а люди будут слагать песни о пройденном тобой пути далее следует внушительный список имен усопших написанный теме кто их оплакивает а вы увидите в нем много знакомых имен вайта вичама бац ты лили хуа куичи ханза и взгляд вичама да 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 и куичи мы благодарим тебя за все не пусть во время наш и пусть во время нашей новой встречи мир будет полон чудес и красоты я цуба тоже куичи не прощу впервые мне настолько сильно понравился персонаж ну именно не игровой персонаж и как бы вот и вот что произошло коротко и дальше мы собственно потом на следующем стриме пойдем проходить хроники потомков крон нам об этом говорит гид а гиду я доверяю поэтому вот ладно идем искать стол жетко пройдено значит бабуля должна где-то быть еще-то по ну сейчас на сейчас первым делом первым делом бабуля так тут бабуля нету есть бабуля привет ты же моя булка я подсяду да и это даже озвученный момент это даже озвучено однако ру одна кружечка 1 одна ребят кружка но мы же верили да мы же верили ей я-то понятно почему ей не верил потому что мы с не похожи а вы же ей верили да вы наверное ей верили странный гид потому что в квесте шла временная награда но да но не по наградам ведется гоной ведет именно по восприятию сюжета а вот подождите смысле а квеста шелонян вроде нету еще я смотрел не понял труба нет уже его погодите-ка временная награда значит она должна быть вот тут у и кстати а где а вот ну как бы а а хроники детей ханты то это понял окей но она ведет прям вот прям прям по порядку так гимиса наши гимиса того что мы любим это нам нужно так и того от 115 нам обуику держимся так ладно куда мы идем дальше вот вопрос конечно интересный но я еще максимум в одно место забегу и на сегодня будем уже заканчивать репутация крон так это что это дети эхо мы кто вообще не то день так а где кроны вообще потомки крон вот они нашел чем круги вокруг делаешь я умею так я на месте даже доктор окла на месте давай бочки эта музыка вы бегите что будет снежной в плане музыки краю день деревянного настила еду иди иди струна моста и левее него я надеюсь я пришел сюда я пришел вот сюда другого места я не нашел окнари координируй смысле да я шо попал а вот это очки же и правда подождите ребят я возможно глупый и тупой напомните пожалуйста вичама это тот парень которого мы спасали когда мы победили тот камень и осетлали который хотел увидеться со своим другом а я просто долго не понимал о каком вичами вы вообще говорите до того момента да 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 с которым мы имя качины доставали я просто до момента когда они увидят пока не увидел очки я не понял крутки стандарт будут а если есть что крутить будут я просто искренне не понимал ну не помнил кто такой вичама вот в надлане и сюжетка кажется уже куда куда более здравый где персонаж если бегите ров у бля ребят 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 в чем ров узнаете это вот регионы где персонажей вообще нельзя воскрешать они там не умирают регион где есть опция воскрешения персонажей ну некоторыми но но тем не менее а здесь умирают вот прикольно типа я бы понял если бы иду нерзада условно отъехала ну потому что там нет ничего подобного а если бы здесь никто не умер я бы понял наверное но они они это вот как раз таки вот как раз таки тут я уверен что это и было сделано на вот этом контрасте того что здесь воины павшие могут возвращаться к жизни и на контрасте всего этого погибли ключевые сюжетные npc тронь такие ребят дела получается ну а мы пожалуй посмотрим что у нас по круткам главное не запутать а так подождите а это а хочу у нас дом гаранта 10 до 16 16 крут окно давайте попробуем почему бы и не дать выбить и я хотел бы наверное кицину вот кстати фарузан у меня нет c6 поэтому она мне определенно нужно вот прям точно нужно и 4 наверное докручивать не будем стандарт уж будем крутить до десятки просто интриги там особой нету вот охренеть в ачивок то вы на это посмотри какого хрена куда столько да однако я не знаю чем не вообще говорить по поводу сюжетки пока для себя ну в 50 я для себя минусов не видел вот про 51 я вообще молчу опять один прям мега хрена и сюжетки я очень рад что они они даже данж огромнейший запилили чтобы передать вот эту суть войны в надлоне там где фаруза не нужна c6 не c6 ну просто чтобы было получается ребята ждем следующий патч от которого будет зависеть видимо судьба могу вики ну и я надеюсь что по эпику по драме и прочим пунктом патч не будет уступать 51 а вот в генш не дальше мне есть чем заниматься у меня хроники времен и мне ара нары поэтому здесь я вообще не волнуюсь вот а завтра мы с вами пойдем тыкать бёрни с ее квестик я надеюсь она выпадет но она может не выпасть именно завтра но он через там ну блин если завтра не выпадет значит выпадет послезавтра я тогда все усилия приложу чтобы собрать вообще все возможные гемы чтобы я залутать да и прекрасная пустыня еще но ребята на этом мы будем заканчивать как и говорил сегодня стрим максимально коротенький ну что поделать такова жизнь но сюжетка закрыта и мне уже спокойнее мне очень понравилось я надеюсь вам тоже сюжетка понравилось она неплохо она очень неплохо а вот вам как говорили и покемоны и детский регион ну а на этом ребят спасибо большое за просмотр и пока при работе на